Противостояние России и Украины выходит на новый уровень. Сегодня российская сторона заявила, что снаряд, выпущенный украинскими военными, разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Владимир Путин созывает неочередное заседание Совбеза. Тем временем самопровозглашенные Луганская Донецкая Народная Республика заявляют, что армия Украины уже несколько дней ведет обстрел жилых территорий. Есть ранены и погибшие. Официальный Киев, напротив, говорит, что пытается решить конфликт мирным путем. На этом фоне лидеры европейских стран гадают о сроках полноценного вторжения России на Украину и прогнозируют войну, которая, по их предположениям, может стать самой масштабной со времен Второй мировой. Алтын Мендебаева следит за ситуацией. Эти автобусы, на первый взгляд, похожи на туристические. На самом деле там находятся беженцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Из-за накаленной обстановки эвакуация местных жителей в Россию набирает обороты. Власти объявили всеобщую мобилизацию. В регионе уже несколько дней продолжается стрельба. Донбасс и Киев обвиняют друг друга в нарушении перемирия и провокациях. Сегодня просто видно, что все люди собираются, уходят, уезжают, детей эвакуируют, с детских домов берут. За бензином, честно вам сказать, капец. Но стажетаж это вообще такие очереди, километровые стоят. А продукты скупают люди? Продукты, да, в основном соль. Соль, макароны, гречки. Не выпускают мужчин, которых старше 18 и до 50 лет. Не выпускают. А что объясняют? Ну, положение военное, что объясняют. На Донбассе царят страх и напряжение. Из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного водоснабжения в ДНР объявили ЧС государственного уровня. После взрывов без воды остались более 20 тысяч жителей. Сегодня СМИ сообщили о взрыве недалеко от аэропорта. А эти кадры обнародовали в народной милиции ДНР. Там утверждают, этот обстрел устроили вооруженные силы Украины. Предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб. По нам бьют минометами, гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией. Стреляют из танков. Народная милиция сдерживает противника ответным огнем. Владимир Зеленский заверяет, власти Украины стремятся установить мир дипломатическим путем. О непростой ситуации в стране он говорил на Мюнхенской конференции по безопасности. Мы будем защищать Украину с поддержкой наших партнеров или без нее. Предоставят они нам или нет сотни единиц современного оружия или пять тысяч касок, мы одинаково оценим поддержку. Но все должны понимать, это не какое-то пожертвование. Украина должна напомнить, это не просто широкий жест, перед которым наша страна должна преклониться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира, для которого Украина служила щитом последние восемь лет. А на Западе только и говорят, что о возможном вторжении России на Украину. На этот случай ЕС совместно с США, Великобританией и Канадой разработали целый пакет финансовых санкций. И просят до этого не доводить. ЕС осуждает применение тяжелого вооружения и неизбирательные обстрелы жилых районов. Нет оснований для заявлений, исходящих из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. О возможном нападении со стороны Украины. Мы призываем Россию к деэскалации. Тем временем в Минобороны России распространили кадры военных учений, которые по плану должны были закончиться еще вчера. Официальная причина продолжения – обострение ситуации на Донбассе. Проведены пуски гиперзвуковых и межконтинентальной баллистической ракеты. Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет. По информации Организации Объединенных Наций, за это время его жертвами стали более 13 тысяч человек. Еще около 44 тысяч пострадали.